Добрый вечер, пацаны! С вами я, Гремлин Серж, и сегодня мы вместе с котом в сапогах выносим к чертовой матери... Ай, ладно. Здравствуйте. Не получилось у меня поприкалываться? Тупенькие, что с меня взять? Шрек 2, третья серия, и мы с вами начинаем играть за кота в сапогах. И если мне память не изменяет, за него играть приятнее всего. Туш-то мелкий, шустрый, и вообще все замечательно. Но давайте узнаем, так ли это или нет. Так, мы с вами остановились здесь. Мы остановились здесь, вынесли всех ребят. Монетка. Монетка. Я думаю, что эти хайпы укрепляют. Все, что я хочу сделать, это привести к ним в мою трейд, мою прессу и лам. Котяра, возьми монетку. Ладно. Понимаете, вот все говорят, синдром Марио, синдром Марио, бегай, собирай эти долбаные монетки. А по факту, по факту, в чем фишка вся, ребята? Многие игры, без всяких коллекто-болосов, представляют из себя достаточно унылую херню. Вот чем мне многие современные игры, которые на серьезных щах все, не нравятся тем, что они слишком унылые, они слишком реалистичные. Да, ты берешь, играешь в какую-нибудь игру. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что я немножечко все утрирую. Есть замечательные игры и в наше время. Но вообще, по факту, да, вот, понимаете, вам там подкатывают графоний. Такой прям реалистичный, стараются, да, изо всех сил, ребятки. Так, мне не хватает одной монетки для того, чтобы купить себе. А, это та же самая дверь, мы там были. Здесь у нас спрятался осел со Шреком. Ладно, полезли наверх, там как раз и наберемся. Так вот, вам подкатывают такой крутой графоний. Чаще всего, да, вам там сделают open world, чтобы вы, да, ходили по нему и не знали, чем себя развлечь. Да, залезь ты туда, шрек-осел. Кот. Все, забрались. Да, open world, чтобы вы могли себя развлекать сами на протяжении 20 часов, сука, зачем ты так падаешь. Ай, ведь если делать линейную игру, она же будет короткая, будет какой-нибудь орден 1800 какой-то там, но вы бы знаете по-любому. Слышали где-нибудь эту игру, типа самая красивая игра в свое время для PlayStation. Ну, вся вот эта вот история. Ну, она проходила, там что-то, за 6 часов. Игра за 4 часа, за 4 тысячи. Кот, у тебя небольшие проблемы со шпагой. Тебе так не кажется? Так вот. Ну, и смысл от всего этого. Я вот это вот немножечко... Я вижу. Прошу прощения. Игра в оконном режиме, ну, сами понимаете, это прекрасно. Я вижу там вот эти батончики шоколадные, но взять их я не могу. Мы дернем сейчас этот рычажочек. Это все поднимется. Ну, а смысл, что это все поднимется? Нам просто дали два батончика. Ну, такое. Это того не стоило. Если бы это был бы какой-нибудь Dark Souls, где мне выживать бы приходилось бы. Я думаю, это стоило затраченного времени. А так... А так... Так, берем, покупаем. Чтобы одно было у нас. Что-то здесь есть. Так, сюда мы не попадем. Окей. И сюда не попадем. Все, я вас понял. То было необязательное место. Меня бесит, что... Одним прыжком он часто не допрыгивает, наш персонаж, да? А двойным прыжком чаще всего все он перелетает. Все, я вас понял. Прыгать. Самое, знаете, что забавное? Я вот заметил, я сейчас только запустил записи. Я звук сделал тихо в игре. И он вроде тихий. Но голос мой все равно тише звучит почему-то. Несмотря на то, что я разговариваю как обычно. Это очень странно. Скоро я, видать, совсем не смогу записывать видео. Потому что все, что-то какая-то херня у меня происходит с записью. Все просто к чертям летит. И меня это расстраивает. Но, кстати, стоит отметить, что вот именно здесь игра вот, грубо говоря, начинается. Вот прям все, что было до этого, ну такое. Так, мне туда и нужно было. А тут видите вам и платформинг. И всякие ловушки. И то, и сё, и моё. Лазер-бибы не соответствуют моему филе, греху и агилитию. Я могу поверху пройти, а могу здесь, да, пропрыгать, получается. Давайте попробуем поверху это сделать. Могу. Окей. Но здесь сейв стед. А что тогда внизу? Мне показалось или эти лазеры похожи на веревку? А что будет, если мы... А, не... А, это он бы говорил, если бы мы были бы растыками. И там наверху взяли бы и упали бы, вот как сейчас. И он такой... Ну, то есть вы поняли, да? Мы должны были двигаться туда. По этим... По этим платформам. И такие взяли бы, сорвались бы, уворачивались бы от огня или что-нибудь такое. И он падает, оказывается, среди них. И такой... Ммм, эти лазеры не помеха мне. Ну ладно, пошлите сюда. Так, самое время использовать какое-нибудь зелюшко. Какое мы еще не использовали. Сон. Наверное, все вы ждете использования вот этого зелюшка. Ну, по факту, все вот эти... Ну, большинство всех этих зелий... А, я думал, чё... Почему этот парень так странно выглядит, а это просто костюм. Ну, вот такое вот зелюшко. Давайте здесь везде полазим. Все, вы ищем. Я вот прям жду, каждый раз открывая вот такие вещи, что на меня сейчас посыпятся цветные конфетки Бертибердс. Печально ему, да, наверное? Кто издал эти отвратительные звуки? А, это кот у нас издает такие звуки, да? Две ездящие платформы. Окей. Еще и запускаются, да? Все лишь один раз. Окей. И катсцена, да? Каждый раз. За что мне такое? Кот! Хватит! У меня уже животик болит от смеха. Пробуем еще раз. Еще раз, котик. Да, сука! Почему все так плохо? Извините. Так, продолжаем страдать. Играл Лагуччи, я не знаю. Точнее, не помню, было ли такое... А... В детстве? Ну, мне кажется, все-таки это проблемы запуска игры на десятки. А, сука! Я пытаюсь прыгнуть два раза. Он прыгает один раз, цепляется за это все, поднимается. Но пока проходит анимация подъема и становления его, да, на платформу. Платформа уже уезжает. А нас... Она не берет в расчеты, поэтому мы остаемся, типа, знаете, как в мультяшках. Земля из-под ног ушла. А мы такие в воздухе висим. Ладно, пробуем еще раз. Еще раз. Сука! Ну, за что мне это? Почему такой отвратительный платформинг? Хотя, если бы его не было, игрушка вообще проходилась бы, наверное, часа за два. Ну, и как вы поняли, вон та картина, это то самое место. Которое мы сможем попасть... Точнее, за картину там мы попадем просто. А вот там... Ну, сейчас вы видите все. Оп! Оп! Все собрали! Все собрали! А тут вот нужно, это зелюшка уменьшения. Где оно у нас здесь? Вот оно. Так, вот это вот тема с зеленью, но все очень здоровское. Жалко, что не дожали, не дожали они ее до конца. Можно было бы сделать и поинтереснее. Так, пацаны, все это, конечно же, забавно. Вот, понимаете, вот это вот получается первый такой большой секрет. Кстати, забавно. Пока мы находимся в этом помещении, мы не вырастаем. Потому что если мы вырастим здесь, мы не выберемся. Блин, где... Я помнил, что где-то здесь был плакат. Либо я что-то путаю. Либо что. И, кстати, почему-то полоска роста не... О, пошло. Все это странно. И что-то у меня уже есть ощущение того, что... Я... Всрал. Кучу плакатов. Вот прям реально есть такое ощущение. Ладно, нам нужно это сделать еще раз. Пацаны, сорян. Сорянба, сорянба. Но правда... Я думаю, для вас это ужасно. Я вообще без понятия, как у меня так вышло. Ладно. Попрыгали. Попрыгали. Я зацепился. Ладно. Попрыгали. Попрыгали. Попрыгали, чтобы эти лазеры не выглядят соевременнее. так но насрать на то что дела за понимаете такой щенку то они нам урон и не насилия мне даже стараться не хочется вот так здесь рычажочек здесь был парень только что так какое бы зелье на него еще использовать вот это вот что за зелье а это уменьшает их окей ну типа окей а какая же кривая игра ну а ну а И это все было сделано Типа ради Вот этого, да? А тогда куда? Еще одно необязательное место В которое мы лезем Я не знаю, они дали бы Хотя бы какие-нибудь Кадры из мультфильма Открывать за эти монетки Ну знаете, такие Фан-ар... Ну ладно, фан-арты Это от фанатов Типа арты всякие Даже те же самые тупые Кадры Из мультфильма нарезали Забавные И все Потому что, ну все Я как бы вам показал Все эти зелья В принципе, больше нам Вроде как Нигде они не пригодятся Место секретное Я вас сводил И все Вот, а вот таких вот Секретиков, как за картиной Не хватает Немного 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 Не хватает Понимаете, вот этот плакат Я тоже помню, что он был здесь Но я думал, что он как раз-таки Второй Один там Я думал, что на обратном пути Потому что Мы здесь будем еще Как ты шустро на них запрыгиваешь Я прям в шоке На платформу бы Ты так залазил Ладно, куда нам Что нам Лезем вот сюда Путаем кнопки Как всегда Застреем Путаем кнопки Залазим на рычаг Окей Прям принц персий Кот, ты такой Так шустро залазишь А вот на трубу Ты, да, будешь запрыгивать Тысячу лет О, боже мой Хватит Хватит Ужасно все это А, телега Которую я же начал развивать И вот И все эти современные Новомодные ваши Графонистые Опенворлды А кроме Прям прям Прямых Поставленных задач В ней заниматься Нечем Многие игры Вот этот Синдром Марио Спасает Потому что Ты постоянно На чем-то Сконцентрирован То есть Ты что-то собираешь Да, это абсолютно Бессмысленно Но это все равно Определенное Развлечение Грубо говоря Че мне сейчас в голову Почему-то мне пришла Игра Индификация Борна Смотрю уже я Разбор полет Парень Че ты творишь Разбор полетов Жена Стопгеймер И вот же Так, давайте Хочу Самое главное Для экономии времени Они сделали Что в невидимости Из-за того Что они тебя не видят И ударить никогда не смогут Ты их убиваешь С одного удара Продумали все это Забавное Забавное зелье Грустно от того Что использовать мне его негде Но В принципе В теории Вот таких зелий Можно Как раз таки Да, это уменьшение Это у нас Сонное снадобье Мы его еще не использовали Ну По факту Че получается Полезными Полезными Здесь Это уменьшение Тебя Становление Невидимости Ну И Возможно Все таки Возможно В теории Вот эта штука Которая делает тебя Сильнее Это да Полезные зелья Все остальное Все остальное Выполняет Одну и ту же роль Это превращает Всех В жаб То есть Они просто Не могут тебя ударить И ты их Берешь Убиваешь В обличии жаб Здесь Они все Засыпают Что В принципе То же самое Что и жабы Тут Они все Начинают Просто кашлять Потому что воняет Здесь Они все Уменьшаются Вот это Мы еще не использовали Но вроде То же самое Они просто Все замерзнут И все влюбляются То есть По факту Все Вот эти Вот зелья По 45 Могли Быть Одним Но зачем-то Сделали их Раз Два Три Четыре Пять Шесть Штук Шесть Штук Могло быть Всего лишь Четыре зелья Но нет Их шесть Их шесть Пацаны Понимаете Их шесть А я бы не заметил Что там Оказывается Денюшки Лежат Понимаете Вообще Такое ощущение Куда Эти зелья Добавили Для Того Что Просто Было Планировалось Всего Три Но они Такие Мало Зелья Сделайте Больше И ребята Давай Делать Однотипные Зелюшки Ну фея А давайте О да О секси Бой То есть Фея Мне нужно было Пройти Сквозь тебя Чтоб ты Меня сохранил Хитро Хитро И сейчас Самое страшное Платформинг Тихо Тихо Все хорошо Все Все хорошо Все это В принципе Нормально Работает А еще Мои любимые Телеги Про Гарри Поттер И сравнение С этой игрой Я вот Все это время Уже третья серия Получается Все это время Думал Что да Возможно Ли Было Да Сделать Вот эту Игру Позаменять Всякие Текстурки И Представить Игру Как Какой-нибудь Знаете Филлер Гарри 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 Поттера Заставить 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 Просто Прыгать Это Было Бы Странно Так При том же Стоит Отметить Что все-таки Здесь Три Персонажа И все Они Разные И как бы Как бы Подтягивали Были бы Окей Но вот это Вот Все Так Я ж Нажал Все Эти Уровни В Шреке Я Вижу Как Те Самые Уроки Вспоминайте Гарри Поттера Кто играл Или кто Смотрел На моем Канале Первую Часть Вспоминайте Как все Это Было Там Мы Бегаем Да По Хогвартсу И у нас Начинается Урок Мы Изучиваем Новое Заклиновение И потом Нас Отправляет Типа На практику Такой Один Уровень Я Мечаю Это Продолжение Планды Да Трак Я Трак Не Возвращение и у нас новый уровень и я сейчас немножечко в замешательстве ладно давайте вот это зелье используем ну да что и требовалось доказать ну и да мы их можем просто пышком убивать так вот я сейчас замешательстве прохождение от этого уровня у меня получилось достаточно длинным 35 минут я потратил на все это и это честно сказать очень длинно так осел эти рычаги нажимать не может а вообще для чего он здесь был почему я котом его не заметил так вот пройти мне всю эту лабораторию за одну серию или разделить на 2 но игра решила за меня до продолжаем все-таки порешал я что хочу я пройти всю фабрику за дну серии и самое что знаете забавно только середине игры эти ящики стали появляться постоянно то есть вспоминайте все вот это наше блуждание по лесу но все в принципе без мысль я хочу поизбавляться от всех зелий которые мне не нравятся а то есть одним ударом мы оглушаем кипа вторым ударом мы отправляем накал и 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 мы сейчас спускем с лягушками. И мы будем помнить, что у нас все зелия только полезные. Ахаха, спасай, ботовь. стоит себе спокойно я ему дорогу перегородил самое что главное превращение в лягушек не сильно помогает потому что почему убиваются они только нашим таким типа круговым ударом и отдать Так, но мы же, ослон, туда никак не попадем. Значит, это и вправду только в одну сторону дорогу. Я опять что-то заскидал. Зелье на них, на этих ребят почему-то, но на двух подействовало. Я же убивал этих ребят. Абсолютно бессмысленная зелья, господи. Нашли плакат. Я отправ... Опять, сука! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Но самое что забавное, что вроде... Так, пацаны, мне что-то это не нравится. Я помню, что вроде как должен был. собрать поняли что я должен был собрать и они должны были сохраниться но нет но кстати понимаете я вот сейчас вспоминаю когда я собирал уже более взрослым эти пока что она вот как раз так и получается что мы здесь будем попадать постоянно слон если собирать все правильно а значит раз у меня есть такие ощущения и воспоминания значит все я собираю правильно господи как же здесь он отвратительно прыгает когда вы делаете игру платформер главное что у вас должно работать это прыжки если у вас платформере не работают прыжки то вы не выполнили свою работу понимаете вот опять же я вот буду наверное все прохождение сравнивать эту игру с гарри поттером но визуально визуально это как раз таки одинаковые игры в одном игровом сегменте для одной и той же аудитории и вот гарри поттере платформинг выполнен хорошо мы еще умерли давайте скажет нет слава слава богу слава богу нет потому что если бы они мне сказали бы еще и проходить уровень заново и до 5 6 вот этот я помню не мог найти где-то один я попускал заново уровень проходить я бы 2222 все все четыре зелья у меня есть здесь ничего важного я не вижу так что могу идти какая геройская музыка для всех да ладно пацаны но это аж не смешно вот и 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 да хорошо что я решил не прерывать серию ну что получилось как раз и забыть кто мы у нас есть за это, мистер коферт оптс? Донки, езь уйдай. Мы уже много борта за день. Может быть, сейчас будет идеален для попробовать путь в первые годы. Вы уверены, что вы получили правильное путь? Конечно, я уверен. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что это все сделает нас скалы, или сделает нас дать еще раз нашу голову? В вашем случае, это будет улучшение, и мы бы знали, что путь не работает. Shut up! I'll try it! Well, do I seem happier yet? I would try it, senor, but I am already perfection incarnate. Perhaps we should stress-taste it on the donkey. Give it a real workout. Who? Who, me? Uh... Uh... Scared? Donkeys don't get scared, tuna-breath. Irritating as ever. Forgive me, senor. We have failed. It didn't work. We annoyed all those elves for nothing. Ah, perhaps a plan B will suggest itself after a little beauty rest. And where are we going to stay for the night? A barn lies just on the other side of this forest. What? Barn? Oh, no, no, no. Donkeys don't do barns. We still have a long way to travel. We must make haste, my friends. That is, if this slow mule can keep up. Slow mule? Oh, bring it on, Furball. I'd like to see you lose this donkey. I'll race you over the pass. Yeah! Eat my dust, kitty cat! Thanks for waiting up, guys. Oh, well. Maybe I'll get a little peace and quiet now. Okay. Okay. Про этот уровень я почему-то абсолютно забыл. Но да ладно. Я заканчиваю. Пацаны, ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на ТГР. На мой канал. Все будет чики-пуки. А я вам говорю. Покеда.